Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатурин. Ну что ж, мы продолжаем с вами обсуждать торговую пару евро-доллар. На этой неделе я посвятил ей практически, да что практически, все обзоры я посвятил этой паре, потому что, на мой взгляд, там существовала, там была отличная возможность заработать перед заседанием ИЦБ. Все складывалось для того, чтобы евро шел вниз. Во двух предыдущих обзорах я, собственно, обосновывал торговую идею, почему нужно шортить евро-доллары, как показало дальнейшее развитие событий в плане ИЦБ. Эта идея, она оказалась верной. Вчера мы видим на заседании ИЦБ, у нас евро, ну, буквально обрушил, получается. ИЦБ буквально обрушил евро, почти откровенно заявив, что в декабре они продолжат смягчать кредитные условия. Это заявление, я хочу подчеркнуть, за уже много лет стало первым заявлением ИЦБ, когда центральный банк говорит наперед, что он будет делать на следующем заседании. Обычно происходит так, что мы считаем, что, возможно, потребуется или, возможно, стоит сделать так. Ну, то есть, никогда не дается никаких конкретных обещаний, что будет впереди, так как что-то может там поменяться, да, экономические условия могут поменяться, поэтому, ну, как бы ИЦБ будет действовать по ситуации. Сейчас это первое заседание за много лет, когда Кристина Лагард четко сказала, что они будут делать в декабре. И это подчеркивает тот момент, что ситуация ухудшилась настолько, что действовать необходимо. Я считаю, что если было бы заседание, ну, скажем, ну, неделю, получается, через неделю после того, как ввели локдауны, и не через два дня после того, как ввели локдауны, то, скорее всего, бы ИЦБ смягчил кредитные условия, снизил бы ставку и так далее уже вот на вот этом заседании, получается. А сейчас вопрос остается лишь в том, какие инструменты политики ИЦБ задействует в декабре, ну, то есть, снизит ли он ставку по депозитам, увеличит ли он скупку активов, да, по программе количественного смягчения, будет ли расширение льготных кредитов для банков, будет ли активность в рамках пандемической программы скупки активов, то есть, когда, ну, если вы помните, у нас ИЦБ в марте объявил так называемую пандемическую программу скупки активов, которая, по сути, является тем же самым количественным смягчением, программой количественного смягчения, только просто спектр бумаг по ней расширен, выкупаются плохие долги предприятий, отдельных муниципальных органов и так далее. То есть, по сути, план качества выкупаемых бумаг в этой программе понижен. Вот, собственно, в декабре последует либо одна из этих мер, либо микс из этих мер, так как нужно действовать. Коронавирус атаковал слишком быстро, получается, экономику еврозоны, и ЕЦБ приходится действовать практически превентивно. Если мы посмотрим на то, как у нас развивается ситуация с вирусом в Европе, я выявил тут графики, получается, Германии и Франции. Ну, ситуация схожая, как мы видим, и вот у нас апрельский пик, это как бы детская шаос по сравнению с тем, что у нас происходит сейчас. То есть, вот если мы берем вот эту кривую, это у нас семидневная скользящая средняя новых случаев, да, я выявил семидневную скользящую среднюю, чтобы сгладить, получается, возможно, дневные колебания, чтобы лучше видеть тренд. И видно, собственно, этот тренд, он параболический, да, в обоих случаях, как Германии, так и во Франции. Здесь у нас почти 40 тысяч случаев, последние данные, вот на 30 октября, получается. Здесь у нас в Германии больше, чем 12 тысяч случаев в день. Вот такая вот ситуация, и если мы говорим про заседание ЕЦБ, то, как вот они отреагировали на вот такую вот динамику, то, как они отреагировали на новые локдауны, значит, у нас чиновники, все единодушно, чиновники вот этого управляющего совета, они все единодушно поддержали необходимость вмешательства в декабре, естественно, реагируя на тот факт, что в Германии ввели практически локдаун, будем так говорить, вот буквально несколько дней назад, эти все меры, они рискуют, они угрожают вернуть экономику ЕС, экономику в Германии в новую рецессию, и вот буквально за несколько, через несколько недель после благоприятных прогнозов, сейчас рецессия, новая вторая рецессия становится уже базовым сценарием в Германии. Значит, президент ЕЦБ Кристина Могород сообщила вчера, что все инструменты политики подвергнутся рекалибровке, если простым языком говорить, не только будут трогать, получается, процентную ставку, могут потрогать, также у нас изменить программу количественных смягчений, как я уже сказал, вот эти все инструменты, которые у них есть в распоряжении, по ним по всем могут, они все смогут, ЕЦБ может их всех задействовать, то есть, возможно, последует некоторый микс, некоторая комбинация снижения ставки, повышения программы количественных смягчений. Опять же, что это значит простым языком? В условиях паузы в действиях других центральных банков, например, таких как ФРС, такая комбинация смягчений, это очень сильный удар для евро. Я считаю, что вот это снижение, которое здесь произошло, это далеко не все, потому что когда ЕЦБ заявляет о том, что он будет несколько инструментов применять, смягчение будет очень сильным, конечно, вот такая вот небольшая реакция, ну, на сколько там пунктов, на 50 или 60 пунктов получается, это небольшая реакция, я считаю, что евро совершенно еще не заложил до конца все, что может произойти в декабре, и ожидание будет руководить дальше двигать евро-доллар вниз. Как бы, на мой взгляд, сейчас образуется у нас в политике, в среде заявлений центральных банков у нас образуется дисбаланс в пользу ЕЦБ. То есть, вот ЕЦБ первым, так говорите, сейчас моргнул, первым заявил о том, что он будет резко смягчать политику, другие центральные банки пока еще не предпринимали никаких действий, потому что, ну, у них в целом ситуация по коронавирусу достаточно управляемая пока что. Если мы, например, берем США, вот как мы видим, у нас сейчас в США наблюдается незначительное превышение, получается, пика, который у нас наблюдался в июле, там нет никакого пока еще параболического роста. Да, есть ускорение новых случаев, но никакого параболического роста, который превышает предыдущий пик в 2 или в 3 раза, как вот здесь, да, скажем, в 3 или в 4 раза превышает этот пик, получается, который сейчас есть, вот этот предыдущий, да, который у нас был. Здесь как бы не так. Так, уже у нас США, по сути, побывали на вот этом пике, да, приблизительно, и это говорит о том, что сейчас состояние в США по заболеваемости, по интенсивности заболевания пока позволяет еще не вводить локдауны, потому что если они побывали, если они сейчас находятся на предыдущем пике, по сути, их резервы здравоохранения, если они выдержали вот этот пик, получается, здесь без локдаунов уже в июле, то и сейчас, получается, они также смогут пока выдерживать без локдаунов, без жестких социальных ограничений вот это ускорение. Это говорит о том, что у нас в ФРС не придется реагировать ни на какое резкое ухудшение экономической ситуации, которое может последовать из-за новых социальных ограничений, потому что этих пока социальных ограничений не предвидится. США, еще раз повторюсь, они уже были практически вот на этом пике, да, чуть выше. У них еще есть резервы в системе здравоохранения, ситуация не напряженная, не настолько напряженная, чтобы вводить локдаун. Если исходить из того, что локдаунов не будет, ФРС на заседании на следующей неделе не будет объявлять никаких экстраординарных мер, да, выразить свою озабоченность, но никакого нового смягчения, никакого обещания нового смягчения, естественно, не будет. И это, как я уже сказал, из-за этого возникает у нас дисбаланс в пользу заявлений ЕЦБ. ЕЦБ свои карты уже все раскрывает, по сути, говорит, что он будет смягчать политику. И сейчас эти ожидания, на мой взгляд, они будут дальше руководить у нас, получается, снижением евро-доллара дальше вниз. На мой взгляд, это еще совсем не исчерпано. В ноябре будет у нас тест, на мой взгляд, уровня 1.16, и даже пробой будет ниже, евро сейчас будет чувствовать себя очень слабо, очень нехорошо, потому что с вирусом ситуация еще далека от стабилизации. Это раз, во-вторых, ЕЦБ неизвестно, насколько будет монетарное смягчение, насколько будет сильным. И вот эта неопределенность в ожиданиях по поводу политики, по поводу развития в экономике из-за новых акдаунов, на мой взгляд, она сейчас открывает большие возможности, огромные возможности для шорта евро. Происходить это будет не сразу, но, на мой взгляд, ноябрь будет очень плохим месяцем для евро, поэтому ожидаем тест уровня 1.16, дальше уровень 1.15 получается. Хорошая возможность у нас шорта евро получается с уровня 1.17, если он нас это достигнет. Но я также бы рассмотрел среднесрочную ставку на снижение евро-доллара, начиная вот с текущих уровней, которые у нас есть вот здесь. Вот такая вот ситуация обстоит по евро-доллару после заседания ЕЦБ. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, давайте их. Буду рад обсудить с вами, собственно, ваши мысли, ваши рассуждения по поводу дальнейшего снижения или, наоборот, роста евро-доллара. Вот, а на сегодня все. На этом я завершаю свой обзор. Всего вам доброго, торгуйте в профит.